Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Волкин и добро пожаловать на новенькую серию по МТА. Я прочитал ваши комментарии и всё-таки я так понял, что уже поднадоело, да, вот эта аббревиатура, расшифровка, вот это вот всё, вот это вот, вот это... Ну, CCDickPlanet, CCDickPlanet останется неизменным, это уже уж точно. Итак, друзья, играем, как всегда, на втором сервере и сегодня произойдёт довольно интересное событие. Во-первых, мне всё не даёт покоя, хоть вы и горячо приняли хорошо и вообще, в принципе, да, серию, где я пытался, ну, вот это вот, повтори за мной. Хоть у меня нихуя не получилось, но я советую вам её посмотреть, потому что, блядь, так... У меня реально, ребят, мне стало, ну, прям хуёво. То есть я не шучу, я так ещё сильно, наверное, от игр, ну, за последнее время точно не бомбил, просто пиздец. Короче, я так понял, что даже несмотря на то, что я и не смог что-то там повторить, вам это всё понравилось, поэтому мы, естественно, оставляем эту рубрику, она будет, но, блядь, надо мне просто реально валерьянки, наверное, литр выпить перед тем, как я буду следующую серию записывать. Значит, друзья, и всё-таки мне не даёт покоя хотя бы тот самый первый. Да, и спасибо всем, кто написал, что, в принципе, там, короче, получилось, что первое и третье задание было не... Ну, третье понятно, первое это не CCD Planet, у меня, в принципе, и было такое мнение, что это не CCD Planet. На всякий случай я уточнил, мне даже, ну, ребята подсказали, спасибо вам огромное, что это 100% не CCD Planet. Ну, так вот, друзья, к чему я всё это сейчас говорю. Мне не даёт покоя всё равно то, что было первым челленджем, когда в SF надо было просто перепрыгнуть, значит, вот так вот перепрыгнуть, зайти сразу боком и это. Поэтому мы сегодня это будем повторять, но перед этим хочу поблагодарить чувака с ником Moonlight, который оставил комментарий прошлой серии, как раз-таки, повтори за мной, вот, и прислал чип на M5E60. Собственно, сейчас я прямо уже раз уж в LV, давайте доедем, и я его поставлю прямо сейчас при вас. Он, в принципе, ну, в свободном доступе, я сейчас оценю, если что, друзья, берите, пользуйтесь, он реально очень даже крут. Ну, надеюсь, будет. Потому что чувак написал, что с этим чипом на M5E60 я буду прям бог дрифта, и я надеюсь, что действительно так оно и будет. Ну что, давайте тестировать. Собственно, я сейчас тогда заезжаю сюда на СТО, он у меня уже скопирован, значит, так, экстра, нет, подождите, в хендлинг, блять, хенд, блять, импорт, экспорт. Так, я вставляю импорт, правильно? Импорт, да, всё, вот этот чип. Ещё раз, вот, друзья, я, если что, если сейчас он будет заебись, я, так, как его сделать-то? Ну, чтобы вам не переписывать, наверное, в описании его ставлю. Да, наверное, как-нибудь, что-нибудь придумаю, короче, если что. Ну, давайте протестируем сначала, потому что там и комментарий набрал большое количество лайков, и чувак так прям написал, что, блин, прям пиздец крутой чип. Ну что, так, ну, в принципе... Слушайте, ну, кстати, поинтереснее, чем мой, потому что здесь я хотя бы... Да, слушайте, прям очень даже, по-моему, таки годно, потому что мой, то, что вот сейчас до этого у меня было, там какой-то всё равно неконтролируемый был занос. Здесь я как-то, знаете ли, как-то, как-то даже, слушайте, Moonlight, спасибо тебе огромное за то, что прислал. А, причём чувак написал, что он даже мне до этого присылал, но, честно говоря, я не видел. А тут, за счёт того, что, как бы, и комментарий много лайков набрал, я заметил... Слушайте. Слушайте. Я его прям, знаете, ну, то есть понятно, что к каждому чипу надо привыкать, но здесь прям-таки довольно-таки быстро осваиваешься, то есть он очень даже ничего. И мне сейчас будет безумно интересно его проверить, соответственно, на том самом месте. Тот самый спот я попытаюсь пройти, опять же, ну, друзья, тем более многие, да, просили, что, типа, попробуй потом, кстати говоря, да, я вот ещё что забыл сказать. Многие предложили такую фишку, если я что-то там мне прям вот, ну, прям самому захотелось до конца всё-таки добить, я это буду потом вне рубрики «Повтори за мной», вот, например, как сейчас просто в серии по МТА повторять. Но мне действительно не даёт покой, потому что я понимаю, что это, блядь, ну, это, в принципе, настолько легко выполнимо, что пиздец. И как бы, ну, реально, то я мог выполнить, но просто мне не хватило и удачи, и скилла, и, в общем-то, и машины подходящие с нужным чипом. А сейчас вот это М5Е60 намного интереснее и адекватнее себя ведёт в дрифте, поэтому, слушайте, прям очень даже ничего. Ну чё, едем на тот спот, к больничке SF, и, друзья, я всё-таки хочу. Надеюсь, я сейчас свои нервы, опять же, не подшатаю, хотя, блядь, наверное, подшатаю всё равно, но хотя бы примерно повторить. Но, опять же, не стоит забывать, что то самое видео было заснято, которое мне скинули на, так скажем, бросили мне вызов, это оно было заснято не на CCD-план. Ну, с другой стороны, в принципе, настройка автомобиля на CCD-план позволяет реализовать всё, что угодно, по сути, поэтому это не отговорка, и повторить это всё можно. Ну, в принципе, я хотел уйти на паузу, но уже не буду, так как я уже, в принципе, почти что на месте. Чем ещё вот этот чип мне нравится больше, чем мой, который у меня сейчас стоял на М5Е60? Тем, что его не всегда несёт, то есть вот если я захочу ехать относительно прямо, смотрите, да, он, ну, как бы, держит машину. Ну, как-то вот, ну, как-то более контролится, что ли, я не знаю, как это объяснить, потому что на том чипе, ну, типа, блядь, ёлозило, как пердак по асфальту. Пердак по асфальту, хорошее сравнение, кстати. Вот, поэтому, соответственно, мне кажется, что на этом я сейчас смогу что-то показать, так что, друзья, будем пробовать сейчас. Ну что, ребят, хе-хе-хе, буду с первого раза, бенус у меня есть? Блядь! Сука! Надо заправиться. Ладно, тогда точно на паузу всё-таки уйду я. Блин, ребят, вот как интересно бывает, да? Казалось бы, эта тачка, вы знаете, что она меня никогда не привлекала, ну, как бы, серьёзно, а тут прям стало интересно. Но это всё из-за того, что мне действительно в реальной жизни интересно её попробовать, и, может быть, как-то это случится и получится мне заценить. Потому что, ну, реально. И с другой стороны, опять же, вот сейчас мне, наверное, я признаюсь, то, что всё-таки вкус у людей меняется, это нормально. И мне, блин, наверное, F10 сейчас уже настолько надоело, ну, именно сама внешне, да, внешний вид. Что Е60 мне, наверное, даже чуть больше нравится, чем F10. Хотя раньше я считал, что Е60 для себя, опять же, никого не хочу обидеть, для себя лично, это, ну, самый некрасивый кузов для меня был. Ну, сейчас, в принципе, как-то реально. Ну, что, ребят, первый раз я вообще не тренировавшись, соответственно, охуенное начало. Спасибо, братан. Кстати, многие писали, но, опять же, я не знаю, насколько это правда, неправда, что... Точнее, ну, ладно, многие будут некорректно говорить, некоторые писали, что они повторили это. Вот, тем более мне от этого стало, как бы, интереснее. Двой... Не... Ну, это, как бы, ну, типа, блин. Как бы, блин, ну, типа, это, я бы мог это засчитать, но тут просто по-другому не получится. Если у меня не получится проскользить, сделать, так скажем, киз-зэ-вол, я и не смогу этот спот полностью выполнить, потому что дальше просто очень сложно. Так, ну, давайте еще раз. Тут нужно вообще подобрать и оптимальную скорость, и... Блядь, зачем я выпрямился? Хорошо, можно я потренируюсь хотя бы, вот, допустим, если я прошел там все? Насколько это... Вот, смотрите, да? То есть, ну, сейчас я сделал... То есть, этот чип действительно охуенный. Смотрите. То есть, здесь на нем просто идеально можно это все выполнить. Кстати, вот этот скутерист, возможно, даже если бы у меня сейчас все получилось, мне немножко помешал бы. Охуенный чип. Мунлайт от души, братан. От души. Спасибо большое. И да, еще бывают такие моменты, я не про конкретно этот случай, не знаю. Бывают такие моменты, друзья, к сожалению, что, допустим, кто-то напишет раньше. То есть, не факт, допустим, что Мунлайт этот чип мне впервые скинул. Допустим, кто-то раньше писал, потом Мунлайт увидел, скинул, и потом мне пишут, что, типа, вот, блин, как так Мунлайт, допустим, да, типа, он просто скопировал, а на самом деле я тебе писал, друзья, ну, извините, так уж не уследить, я понимаю, как бы, ну, сорян. Так, ну-ка. Блядь. Ну, чуть-чуть надо... Видите, самая еще сложность, наверное, вот, в выполнении этого конкретно прыжка, самое сложное, это уже полубоком залетать. Остальное несложно. Несложно предугадать это все, то есть попасть в нужное место. Ты должен уже вот здесь, я должен поставиться так, чтобы я залетал, ну, хотя бы под каким-то углом на эту штуку, а дальше уже... Ну, то есть, вот это прям, конечно, да, самое такое основное. Но сегодня, видите, я в таком настрое более-менее боевом, поэтому я пока не бомблю, тем более у меня я знаю, что эта тачка действительно справится с этой задачей. Так, ну-ка. Во! Эх, черт! Ну, я понимаю-то, что там было касание днищем, так скажем, вот этой перекладины, а сейчас я просто-напросто улетел. Ну, даже если бы я сейчас выполнил хотя бы без вот этого вот касания пузом вот этой штуковины, это было бы уже хорошо, но я переборщил со скоростью. Видите, здесь нужно подгадать. Нужно подгадать. Блин, ну неужели я сегодня тоже не выполню? Я просто, ребят, ну, сам себе, знаете, хочу доказать, что это... Блядь! Я из-за того, что... Видите, я раньше ставлюсь, чем нужно, и у меня тачка... Я потом, ну, понимаю, что слишком большой угол, слишком рано, и пытаюсь выпрямиться, но в итоге выпрямляюсь полностью, и из-за этого, конечно, получается... Блин, на М5 Е60 вообще прикольно выглядит, я не знаю. Чем больше на ней езжу, тем она мне... Тем более, я бы такую вот не отказался бы, на таких катках черную. Прикольно. Так, чувак на скутере, но я думаю, что... Опа! Давайте хотя бы так! Ну! Блядь, это не киз-зэ-волн... А-а-а-а! Нет, вообще не получается. Здесь просто по-другому траектория сразу уходит, не туда, куда нужно. Здесь все-таки нужно идти к стене, делать хотя бы киз-зэ-волн, или проходить это близко, а дальше уже, как бы, продолжать весь спот. Так, ладно. Все-таки скорость большеватая. Так, коснулся! Блядь! Надо было дальше тянуть к стене, и потом выруливать. Очень сложная, на самом деле, хуйня по траектории, по всему, по выполнению. Ну, согласитесь, уже ближе к реализации, то есть невооруженным глазом даже видно, что это проходимо вообще на изи. То есть, если бы у меня было больше опыта, я бы сейчас прошел. Я уверен, что какой-нибудь чувак сейчас, который, в принципе, здесь нормально раздает, он бы сейчас на этом чипе, здесь бы уже... ААААААХ Ты, сука, выпрямилась! Опять не тот раз... Ну, уже, вот я уже чувствую, что, в принципе, я могу уже поставиться в нужный момент. У нас тоже, да, интрижка сейчас уже где-то? Блин, если я выполню это, друзья, сегодня, или хотя бы более-менее похоже, я попрошу вас все-таки поддержать это лайком, потому что я добьюсь своего все-таки. Так, ну-ка. Было бы тоже неплохо! Ну да, не было приближения к той стене, я не могу к ней всё приехать. Я не могу к ней приехать, пока постановка совершенно, ну, непонятная для меня, потому что это всё происходит в прыжке. Но если бы я сейчас вытянул этот безумный угол, это тоже бы смотрелось неплохо, но, к сожалению, я не дотянул его. Бля, ребят, вообще охуенный спот, на самом деле, чуваку респект, что он здесь вот так вот мне прислал тогда на задание. Мне прям вообще реально очень понравилось, как он прошёл. Красава. Хоть, опять же, это было не на CCD-плей, но всё равно. Так, ну-ка. Блядь. Переборщил. Скорость очень сложно предугадать, тем более, видите, я на неё не смотрю, надо хотя бы, наверное, включить худ и смотреть на скорость, потому что... Блядь, хотя бы, чтобы понимать, какую примерно держать. Значит, смотрите, сейчас я хотя бы по спидометру буду... Хотя хуй по нему ориентироваться-то, ага, ещё успевать здесь смотреть, я думаю, что я не успею. Ну, это где-то 130 и должна быть скорость. Ну, давай, хотя бы что... Блядь! Я-то прошёл, но дальше-то вписаться в этот поворот практически нереально. с таким углом совершенно, просто совершенно нереально. Блядь, ну это пиздец, ребят, это пиздец. А, чувак хочет сесть? Садись, конечно, без проблем, братан. Всё нормально. Так, всё, я тут, наверное, уже понимает, в принципе, я думаю, что он смотрел серию, что я тут пытаюсь выполнить. Блядь, запорол, я нервничать начинаю жёстко вообще, я просто начинаю... Здорово, здорово. Не, не сложно, конечно. Аликс 24-04, привет тебе, конечно, не сложно. Кстати, блин, давайте, ребят, это, может, новый спот, место сбора будет, короче. Будем здесь с вами собираться и пробовать проходить эту... Дубля, я, конечно, не, уже, наверное, думаю, что многие... Блядь, ну я хочу... Ну, блядь, надо, на самом деле, видите, я... Дело теперь в голове, что если я захожу на большом углу, я могу этот более красиво пройти, с большим углом, но не касаясь стены. Лучше я, наоборот, буду пробовать приблизиться к стенке, на самом деле. Это будет намного эффективнее и тем более правдоподобное для выполнения. Неужели я сегодня даже близко? Вот сейчас было так неплохо. Вообще не так. Так, хорошо, ладно, давайте всё-таки я попробую всё похуй на этот угол. Похуй на моё прохождение, я хочу попробовать повторить за челом. Всё-таки попробовать как-то залететь к стене поставиться. Это, конечно, практически нереально, но... Ну-ка. Ту скорость, блядь! Так, тихо, Сань, всё, не бомби, нормально всё, нормально. Чип есть, Мунлайту, опять же, огромное спасибо за то, что его прислал. И теперь на этом, блин, тут, конечно, надо потренироваться, блядь, тут надо потренироваться. Что это, вот, что, вот видите, как я ставлюсь? Вы видите, как я уже в прыжке пытаюсь какой угол поставить? Это же жёстко, так не нужно делать. Бля, пацаны. Ну, я просто хочу добиться своего. Я просто хочу, чтобы это сейчас по щелчку произошло, и всё было заебись. Так, ну-ка. Блядь! Снуб уже близко, вообще, пиздец! Ну-ка, сука, ну что ты? Слишком большая скорость, слишком большая. То есть, с одной стороны, этот чип хороший, очень пиздец хороший, но... Ну, не, это всё отговорки, понятное дело. Можно на любом чипе пройти это, при желании. Но... Куда, Сань? Куда? Куда, Санёк, поехал, а? Куда, Сань? Всё, тихо, спокойно. Нервы на месте, всё нормально, всё окей. Так. Всё, друзья, судя по всему, теперь можете ловить меня в этой локации на CCD Play. Потому что я, видимо, даже не только на серию буду всё это пробовать. Я не успокоюсь, блядь. Ну, это грязно, пиздец. Ладно бы ещё один вот этот ударчик, я бы его просил. Второй удар, во-первых, меня выпрямил, во-вторых, как бы это уже некрасиво смотрится. Да, ребят, поставила себе задачу. Вот поставил, задело меня это, задело пиздец. Я, тем более, с учётом по бензу. Так, чё чувак пишет? Ничего не прикольного? Да, да, как? Ну, как сказать прикольно? Ну, ну, как сказать прикольно? Я бы не сказал, что это прикольно, конечно. Нервы действительно жалко. Может, конечно, и прикольно действительно, но... Блядь, я просто драчу, ребят. Реально, это уже с уходрочка какая-то, да? И знаете такую фишку, кстати? Тоже, для тех, кто если будет тренироваться и у вас будет не получаться, лучше остановитесь на какое-то время и потом продолжите. Потому что чем дольше ты будешь пытаться, если у тебя не будет получаться, у тебя, скорее всего, не получится. Нужен какой-то пере... Ну, видите, не, не. Мне нужно заходить по стенке, я просто никак не вписываюсь сюда. Просто никак. Мне нужно выходить по стенке, это пиздец сложная траектория. Такая постановка. Я не скажу, что это на удачу, так, ну, конечно, это можно всё здесь продумать, но пиздаааа, очень сложно. Блядь, а ещё, понимаете, я практически, ну, что-то близко-то повторил, но потом занервничал и облажался. Ну, почему ты так идёшь? Ну, почему, ну, почему так? Ну, почему это такая траектория? Почему я выпрямил об эту ебаную стену, а? Ну, почему я в неё жопы приехал? Блядь, мне не получается сосчитать. То есть, у меня либо получается нормально прыгнуть, а, ну, потом постановка уже портится, либо... Мне не получается нормально прыгнуть, но всё остальное получается. Ну, видите, то есть я, если... Вот мне не нужно резать, видите, мои следы? Мне нужно вот сюда заехать и вот так вот тянуть, 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 потом сюда, вот так вот, да? Сюда. Вот, не нервничай, видите, спокойно, вообще, как бы. Тут-то изи. То есть, если я не буду... Хотя, блядь, вот такая хуйня, я бы сейчас очень сильно, блядь, испортила бы всё. То есть, тут как бы невозможно. Ты как бы, блядь, радуешься в душе, если у тебя что-то подобное получается. Из-за этого теряешься, начинаешь нервничать. Короче, это пиздец. Это большо... Это вроде спот маленький, но... Ну, блядь! Ну, вот я бы себе даже прыжок обычный уже... Ладно, всё. Ребят, ну я хочу хотя бы что-то. Давайте так. Я сейчас... Хотя нет, давайте сейчас... Ну, блин, я не знаю. Я просто не хочу ещё одну серию потом посвящать этому споту. Он мне уже... Он снится будет скоро. Скорость большая. Ну, гашу-то я её... Я гашу скорость углом, а дальше я не вписываюсь уже сюда. Понимаете? Уже так. Саня, пора же тебе нормальный дрипт-кар строить, а ты это уже не делал. Я согласен, но вот сейчас-то у меня, в принципе, он уже есть. Потому что чип реально очень крутой. Я не знаю, как он будет на других тачках смотреться. Скорость слишком большая, Саня. Блядь, это было бы чудесно! Сука, я... Опять скорость большая. Это было бы круто, я бы все это смог засчитать. Но, блядь. Не нужна здесь скорость, Сань. Не нужна, блядь. Нужно медленнее. Давайте попробуем вообще медленно поставиться. Там не было безумной скорости. Там чувак просто аккуратно вот так прыгнул. Да! Нахуя я быстро гоню? Очень быстро я сюда залетаю. Это вообще не дело. Не, нахуй. Надо медленнее. Сколько раз я уже прыгнул, ребят? Я не знаю, но... Зато вы видите все мои живые эмоции. Я реально стараюсь. И, блин. Я уверен, конечно, что кто-то повторил это. Красавчики. Но я, видимо, недостаточно опытен, блядь. Ну, блядь, ну как так-то? Ну вот почему я коснулся? Опять же, я хочу уже примерно хотя бы. Я не хочу уже повторять настолько красиво. Пусть там будет какой-то удар. Пусть я как-то не так поставлюсь и пройду, допустим, по стеночке. Но я хочу хотя бы что-то уже более-менее повторить, чтобы мне это в душу успокоило, блядь. Ну это пиздец. Такой-то... Ну да, 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 да. Ну я срезаю. Ну нахуя? Я сюда не смогу зайти в этот поворот, если я буду так срезать. Зачем? Надо тянуть по стене потой. Иначе никак не получится. Просто вообще никак. Бля, пацаны, я не могу остановиться. Просто не могу остановиться. Я готов это просто выполнять и выполнять. Ну зачем ты коснулся, блядь? Этот бляски хизывол у меня выпрямляет жестко просто. Ну, блядь. Я хочу... Ребят, я реально... Я буду... Давайте сейчас серию хули. Все за печеньками, за Липтоном, друзья. И все, усаживаемся поудобнее. Сейчас будем смотреть, как я тут буду... О, да. Это, конечно, жестко. Это бенза мало. Да сейчас еще хватает, чувак. Блядь. Ну неужели я сейчас поеду реально заправляться еще раз? И еще раз пробовать? А прикиньте, у меня бенз сейчас кончится во время того, как у меня будет удачный дубль. Я же охуею. Не то. Не то. Вообще не то, ребят. Вообще не то. Как же мне уже... Я просто реально, ребят, я не удивлюсь, если мне сегодня приснится сон, блядь, с этим местом. Ну это пиздец. Ну как вот так вот? Ну вот меня просто реально... У меня есть такое. Я не могу вот просто. Если какой-то рекордик, там еще что-то, я буду, блядь, дрочиться, чтобы это все... А, ну да. Ну, в принципе, близко. Близко, да. Очень близко. Сколько литров? Одиннадцать. Еще, еще есть. Еще есть возможность. Ладно, друзья, давайте, наверное, этот баг изюзаем весь. И я думаю, что вам уже самим неинтересно это все смотреть. Пишите сами, как вы считаете, стоит ли мне сюда вернуться позже. Но этот чип, в принципе, подходит. Просто я не могу удачно залететь. Я все... Скорость, блядь. Скорость. Самый главный мой враг. Скорость, блядь. Реально скорость. Но я не могу остановиться. Я не хочу медленно это все проходить. А может быть, действительно, я сейчас поеду очень медленно, туда залечу, и у меня все удастся? Но я просто не могу. Я хочу как-то... Эффектно, что ли? Ну, я слюни сейчас выпали, блядь. Так, ну-ка. Вот так вот, просто вот. Смотрите. Я уже прокомментировал это в чате. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Я, правда, сейчас пересмотрю этот момент, но я... Но я не прошел. Нет, это было... Это было не то. Это было не то, чувак. Пойми, я думаю, что со мной многие согласятся. Но это было хотя бы что-то. Это уже было что-то хотя бы, знаете, близко. Я даже что-то сейчас... Я... Я... Я, честно, думал, я... Я... Ну, блин, я, честно, по-моему, сейчас что-то вообще... Блин, я сейчас запутался, потому что я... Мне показалось, что что-то было не так, и я решил продолжить. По-моему, что-то все-таки не так я сделал. Ну, как минимум, я точно не проехал... Бля. Ребят, ну, теперь моя душа чуть-чуть более-менее... Более-менее спокойна, потому что я хотя бы примерно... Хотя бы примерно... Сейчас прошел, по-моему. Сейчас я уйду на паузу, посмотрю свой косяк. Пусть не идеально. Ну, да, я согласен. Я согласен. Хотя бы для себя я хотя бы понял, что, в принципе, это... Ну-ка, может быть, хотя бы второй раз еще получится у меня. Бля, это красивее! Сука! Ну, ебаный театр! Ну, было красиво! И, в принципе, тот самый момент я прошел... Кажется, ты уже придрочился. Ну, такое, ну, такое. Там я запорол, я сам себя похвалил, сказал, что красиво, потому что были очень клоус такие моменты, вы сами видели. Бля, ребят, ну так-то да, придрочился уже получше. А, не, ну это все, это пизда по маслу. Все, бен скончился. Ребят, сейчас я посмотрю, как у меня получилось. И, эээ... Пересмотрю еще раз первый самый момент, когда полностью все-таки у меня что-то вышло. И, эээ... Сейчас приду, прокомментирую это все. Блин, слушайте, ребят, на самом деле это было прикольно. В принципе, что у меня не получилось? Я коснулся даже задней осью, не пузиком, но задней осью я коснулся ту хуйню. Я, в принципе, сюда залетел, конечно, не по стеночке прошел. Уместился. И вот здесь у меня был киззэвол. Вот, я так показал, как будто вы это видите. То есть, вот тут, сзади, где кусты, я сделал киззэвол. Там видно, по-моему, было искорки. Но это даже для эффекта-то еще пизже. Но дальше здесь было как бы, как бы норм. То есть, не близко, но норм. Поэтому, на самом деле, друзья, пишите в комментариях, как вы считаете. Выполнил я хотя бы, ну, блин, ну, там, не знаю, процентов 80. Или нет, как бы, засчитываем мы уже. Потому что я тогда успокою свою душу, если вы посчитаете, что да. Второй раз тоже. Было все чудесно, но я сам себя похвалил. И здесь было реально очень красиво. Я здесь, учитывая, что это спуск, я сделал грамотную перекладку. Это было очень близко. Там прошел близко. Намного эффектнее, чем в тот раз первый. Но там запорол, потому что сам себя начал, блядь, хвалить и нервничать. Вау, Р-8 пролетела, красиво. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если считаете, что я все-таки хотя бы, ну, более-менее выполнил. Подписывайтесь на канал, кто тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, комментируйте. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.